Здравствуйте, меня зовут Александра, и сегодня будет долгожданное видео для стоматологов, которые хотят получить лицензию в США, при этом имея уже диплом, полученный где-то за границей. Есть два таких основных пути, сегодня мы остановимся на первом пути, пойти в dental school, но не просто пойти в dental school, а пойти на специальную программу, обычно она называется Advanced Dental Program for Foreign-Trained Dentists. И сейчас я больше о ней расскажу, чем классна эта программа, когда вы заканчиваете, по сути, dental school в США, мало того, что вы не лимитированы штатом, в котором получаете лицензию, также, кроме Соединенных Штатов Америки, есть еще другие страны, в которых котируется диплом стоматолога, это, к примеру, Объединенные Арабские Эмираты, что тоже очень интересный путь развития и прибыли в дальнейшем, назовем это так. Почему я говорю прибыль? Потому что программа, когда вы идете в вот этот Advanced Dental Program, она дорогостоящая, по сути, учиться вы будете примерно 2-2,5 года, а заплатите как студент-стоматолог в США за 4 года, хотя проучитесь меньше. От этого стоимость получения лицензии, получения вот этой степени стоматолога в США, она меньше не станет. Сегодня я расскажу подробно именно об этих программах, где их найти, как подать туда документы, как посмотреть, какие требования. А в следующий раз, в следующем видео, я расскажу вам про то, как поступить в residency в Соединенных Штатах Америки и какие есть лимиты в той программе, почему она не номер один выбора, но есть два пути, и каждый может выбрать один или второй, или оба сразу, почему бы нет. Например, я подавалась и в Dental Schools, и в Residency. Все лимитировано только вашими возможностями, сколько вы можете заплатить за то, чтобы подаваться, потому что каждая подача в каждую школу, в каждую резиденцию – это дополнительная плата. Итак, смотрите, есть такая, я сразу же открыла, Copy Deplication, American Dental Education Association, вот она, ссылка на этот сайт. И сразу, смотрите, открываем и смотрим, что такое вообще-то Copy Deplication. Это такая центральная заявка, которую вы должны обязательно заполнить, чтобы поступить в эти Dental Schools, в которых есть программы для иностранных студентов. Сейчас будет более понятно, но как бы без нее никуда. Начнем с того, что есть Application Circle, то, что нам первое выдают, с этой информацией начнем. Это не круглогодичная программа, хотя тут написано с 4 марта по февраль 22 года, дедлайны у них заканчиваются намного раньше, осенью, в некоторых программах даже весной. То есть вам нужно успеть за 2 или даже за 1,5 месяца подать документы. Многие программы работают по схеме, кто первый пришел, того и тапки. То есть кто первый подал документы, тех вызвали на интервью, приняли и как бы вот так. Смотрите, первое Application Deadlines and Requirements. Что мы читаем здесь? Что большинство программ будет требовать экзамен английского языка как второго языка, как минимум 2 письма с рекомендациями и также каждая школа, в принципе я не встречала таких школ, в которых бы не было еще дополнительной платы, которую вы должны заплатить уже отдельно в школу. Каждая вот эта вот подача в каждую школу будет тоже стоить денег, как бы если это имеет смысл. Не знаю, как вам показать, рассказать. К примеру, если я выберу только 2 школы, я заплачу за 2 школы, 3 школы, там за 3 школы заплачу. Именно в Copy the Application. Вот это важно понять. А плюс, потом мне школа из Алабамы, из у нас Калифорния и тоже Калифорния, они мне еще пришлют счета, чтобы я оплатила еще им дополнительно фи. Мы сейчас будем на примерах рассматривать, я покажу вам, какие эти фи. Смотрите, у нас в списке всего лишь, ну не всего лишь, что хорошо, 38 школ. Здесь написано название школы, вы можете перейти сразу на сайт, на Requirements отдельно этой школы. И здесь есть такая сборная таблица. Начинаем с того, что, ну что, дальше число студентов, которые они возьмут. И чем больше это число, тем как бы по логике вещей должно быть, что тем больше ваши шансы поступить. Но все зависит от конкретной программы и требований конкретной программы. Давайте начнем с того, что Application Cycle почти у всех будет. Первая дата, когда вы можете подавать, это 4 марта. И в Deadline, смотрите, вот в первой школе в Алабаме, в Алабаме Deadline заканчивается уже в конце мая. То есть вам нужно всего лишь за 2,5 месяца быстренько успеть подать документы. Дальше это дата зачисления, board exam. Смотрите, part 1, part 2, ну как они еще написали, на part 1 уже сдаваться не будет. То есть вам нужно ориентироваться на INBD, и у меня есть видео про INBD. Мне недавно спрашивали про Advanced Dental Admission Test, нужен ли он обязательно или нет. Смотрите, Accepted, это означает, что если вы его сдали, то его примут. Ну как бы, а есть такие, вот not considered, не рассматривается. Где-то есть одна программа, по-моему, сейчас мы ее найдем, которая требует этот тест. Сдать отдельно, посмотрите видео, в чем разница, смотрите, между board exam и Advanced Dental Admission Test. Preferred только для вот Virginia University. Ну и в принципе все, где-то еще один был. А, вот required cost, там, для некоторых аппликантов все-таки нужно будет, чтобы они сдали этот Advanced Admission Test. Дальше у нас табличка идет про эвалюацию. Два агентства, которые эвалюируют дипломы ECE и WES. Рекомендую делать эвалюацию WES. По-моему, только, опять же, одна программа из них, вот, которая требует, не принимает ECE Evaluation, а берет WES. И смотрите, тут всего 5 человек, то есть стоит ли, понимаете, каждая эвалюация, каждая подача экзамена, рассылание экзамена, это стоит дополнительные деньги. Стоит там 20-40 долларов в зависимости от экзамена, в зависимости какая-то paper-based копия или просто электронная. Это, в принципе, немаленькая сумма, которая набегает, и просто подавать, лишь бы подавать, вам нужно хорошо выбрать, в какие программы вы подаетесь, высмотреть все эти требования. Здесь-то всего 38 школ, это не так сложно, как у меня было с Residency, когда я просматривала 700 школ. 700 это было, ну, просто я потратила неделю только на то, чтобы выписать себе требования и знать, куда подавать, куда не подавать. Так что советую делать все-таки эвалюацию диплома через вот это агентство ECE, и тем более, что ECE-эвалюация вам нужна будет для того, чтобы допуститься к INVD-exam, то есть Giant Commission of Dental Examination, принимая только вот эту эвалюацию. То есть советую ее сделать, и она как бы вам уже будет, нужно будет только копии рассылать в университет, и в эту копию деплокейшн. Это значительно экономит денег. Давайте посмотрим на каких-то примерах. И мой любимый, это Boston University. Они набирают 85 человек. Дедлайн у них в ноябре, но классно, что когда они, если вас вызовут на собеседование, вам повезет, то есть большие шансы, что даже если вас не сразу вам пришлют приглашение, что вы зачислены, есть большие шансы, что вы попадете в такой лист ожидания, список ожидания, и после этого вас позовут. Бывает такое, что я читала, что даже в июне уже, вот смотрите, обучение начинается в июле 22-го года, например, на примере этого года, когда в 21-м году начиналось, июне людям сказали, что они зачислены, потому что кто-то отказался, тем более это большое количество людей, кто-то нашел дешевле, кто-то не смог найти, не знаю, там, деньги, не смог взять кредит, ну, в разной ситуации бывают. Тем более, как бы это год. Вы подаете документы за год до зачисления, всякое может в жизни случиться. Что мы здесь должны посмотреть в каждом вот отдельной школе? Что нас интересует? Длительность программы 2-4 месяца, то есть вы пройдете 3-4 курс в этой школе. Students are foreign nationals. То есть можно поступать людям, у которых нету вида на жительство, нету green card, тем более нету гражданства, а людям, у которых есть виза. Виза B1-B2 вам в любом случае будет нужна для того, что мало того, что приехать на интервью, но также до того нужно будет приехать на то, чтобы для того, чтобы сдать integrated national board exam, потому что он сдается только на территории США. Смотрите, что тут важное, давайте почитаем. Вот эти письма и рекомендации, это они важны, они важны в США вообще во всем. Идете вы на новую работу, поступаете в университет, устраиваетесь ли они на работу, везде нужно вот эти вот. На этом все как бы завязано, сейчас больше дальше расскажу вам более про эти письма. Есть контактная информация, то есть если у вас какие-то есть вопросы, вы можете написать на вот этот email или позвонить. Опять же, 24 месяца, дедлайны, 85 человек и какой-то degree вы получите. Вот это то, что когда вы будете подавать документы, заполнять вот эту application, она на самом деле не такая уж сложная. По мне, так самое сложное, это добиться вот эти рекомендационные письма, послать. Хорошо, если вы находитесь, в этом случае хорошо, что вы находитесь в той же стране, в которой вы закончили университет. А если не находитесь, как я, это был достаточно сложный такой момент. Как декана, которого я не видела 10 лет, попросить, чтобы он написал мне письмо с рекомендациями. Причем, что есть разные университеты с разными стоматологическими факультетами. У кого-то там, не знаю, 40 человек было на курсе, у нас было 260. И попробую еще вспомню, вот такая вот была Саша, которая 10 лет назад закончила. Вот помните меня, напишите мне письмо с рекомендациями. И здесь, когда вы будете загружать всю информацию в ваши тесты, ну, это такая просто, расскажу вам, ничего существенного здесь нету, вы зайдете на сайт, чтобы выгрузить ваши результаты экзамена TOEFL на ETC, и там вы укажете, что вы хотите заказать копию результатов, и просто там будет такая графа, в которой вы укажете вот этот код, и это означает, что сразу автоматически вы получите там оповещение, что результаты TOEFL пришли, подгружены в вашу заявку, вы это будете видеть в вашей заявке. В принципе, тут более-менее все хорошо работает. Ну, кстати, нехорошо, у меня спресс-апплекейшн, я потом буду рассказывать, были некоторые вопросы. То есть вы должны получить это подтверждение, если не получили, напишите в службу поддержки и спросите, почему результаты высланы, почему они на вас не зачислены. Такое тоже бывает. Смотрите, 100 баллов они считают такие competitive, то есть, грубо говоря, они вас не лимитируют, что у вас должно быть 100 и выше баллов, но желательно. Я знаю людей, которые поступили с баллами 94 именно в Бастерн-юниверситет. Нерезультаты тестов являются самым главным. Это такая сбалансированная заявка, где будет рассматриваться все ваш опыт, как вы учились в институте, как сдали экзамены, кем вы работали, какой у вас опыт контакта с соматологией в США, не знаю, там, работаете вы в благодарительных организациях, или, возможно, вы преподаете, возможно, у вас есть научные статьи. И все это рассматривается. То есть, такая очень сбалансированная система. И какие-то университеты любят больше смотреть на экзамены. Для некоторых университетов, если дан INBDE, ну, или там Word 1, Word 2, не с первого раза, они, по-моему, они это не указывают, есть такая школа одна, я знаю, но они не будут рассматривать. То есть, это нужно смотреть, это нужно знать, нужно общаться с людьми, чтобы понимать, стоит ли платить, стоит ли подавать, не тратить деньги. Смотрите, my best score is not considered. В TOEFL application, когда вы сдаете TOEFL.xn, можно для некоторых вузов, можно отдельно скомбинировать лучшие результаты, когда у вас было несколько попыток сдать TOEFL, и вы просто скомбинировали, там, не знаю, письмо и устную часть, взяли с разных экзаменов самые высокие свои баллы. То они это не рассматривают, они хотят, чтобы вы с одного раза сдали хорошо все части. Но здесь, кстати, я потом покажу еще на другом, какие варианты могут быть. Так, давайте перейдем к board exams, это понятно. Опять, письма эвалюации. Они хотят, чтобы одно письмо было обязательно от вашего декана, одно письмо было от вашего профессора, который был у вас преподавателем в университете, к примеру, или там в ординатуре был ваш супервайзер. Желательно, конечно, если есть такая возможность, и получить письмо с рекомендациями от стоматолога, который в США, у вас была возможность приехать, и это называется shadowing, то есть прийти посмотреть, как работает он, или, не знаю, просто вам напишет какой-то знакомый, ну, по-разному бывает, напишет, что вот да, вот этот Иван Иванович ко мне ходил, он такой классный, он так хорошо себя показал, там, ну, вот. Потому что все понимают, что для ваших профессоров, у которых вы просите, чтобы они написали вам рекомендации, вы самый лучший, ну, как бы, вы бы их не просили, правильно? Если бы вы знали, что он напишет вам плохую рекомендацию, вы бы его не просили, а вот уже стоматолог, который здесь находится в США, считается более достоверным источником информации. Опять, school transcripts, course by course, то, что я вам говорила, ИСИ, резюме нужно будет загрузить, и смотрите отдельно все курсы, которые вы проходили к низа, там, по композитным, ну, к примеру, там, курс по композитным реставрациям, курс, там, не знаю, по гене полости рта, все их просто перечисляете в своем резюме. Дополнительно 75 долларов нужно будет заплатить в университет Бостона. Классно в университете Бостона, что 75 долларов вы заплатили, и как бы это все, потому что в некоторых университетах, сейчас мы перейдем дальше, нужно еще дополнительно посылать какие-то документы, что не очень имеет, какое-то нелогично, но это нужно делать. И опять, смотрите, апдейт, берем людей, у которых есть виза, ну, в смысле виза B1, B2. Так, давайте посмотрим дальше. Мой любимый университет, ну, давайте, вот, USC, 52 человека, такой достаточно популярный, тоже они берут людей с визой. Здесь 28 месяцев. В чем разница 28 месяцев? Что вы начнете с января обучение, и эти 4 месяца разница, там было 24, здесь 28, они, в принципе, вам обойдутся в дополнительные деньги, не забывайте это. Здесь по требованию TOEFL есть уже отдельно по всем графам. Тут хотя ниже 80 всего лишь, это достаточно такой посредственный результат TOEFL, но они хотят, чтобы письмо было не меньше 21, listening не меньше 17, хотя на самом деле listening and reading это самые легкие, здесь такой tricky, tricky question. Самые легкие части, всегда на них самые высокие баллы, но вот как есть. Так, отдельно нужно будет отослать результаты TOEFL в программу. То есть, видите, логики здесь нету, потому что они видят ваши результаты уже вот в этой copy-допликейшн, они будут видеть, они получат вашу анкету, где они увидят ваши результаты TOEFL, но нет, они хотят, чтобы вы еще дополнительно, там, за 20 долларов, или не помню, сколько, 40, вот эти вот результаты TOEFL отправили именно в их университет. То же самое с Board Exams, ADAT не Not Required, и даже не будет рассматриваться, так что Letters of Evaluation, почта, ну, это Must be a natural head, то есть официально должно быть, вот, к примеру, там, не знаю, там, университет, Национальный медицинский университет имени Александра Александровича Богомольца, и, ну, вот эта вот шапка должна быть. FOS Evaluation они вообще не принимают, ну, вот мы говорили, что ECE, как бы это ожидаемо. И смотрите, что тут, Additional Requirements, они хотят, чтобы вы еще дополнительно отправили, создали такую же анкету на сайте UIC, зашли на их сайте, создали, и нужно будет отправить Dental Degree, Translation, ну, как бы это не имеет никакого значения, потому что, потому что вы уже это все отправили, опять же, в эту центральную Application Computer. Ну, как бы, есть как есть. Давайте посмотрим еще какой-то университет. Алабама, давайте. Смотрите, что есть в Алабаме. Давайте посмотрим. Опять, 30 месяцев программа, дедлайн, опять в январе все начинается, и, опять же, вы заплатите дороже. Хотя стоимость обучения, к примеру, может быть меньше, чем в университете Борсона, нужно проверять, еще заходить отдельно на каждый вот этот университет, смотреть, какая стоимость обучения, но, скорее всего, что вы еще заплатите за эти дополнительные полгода обучения. По результатам теста 94 они хотят, и чтобы было не менее 20 в каждом, в каждой отдельной графе. Так, 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 evaluation, для этого стоит все понятно. Здесь они хотят 175 долларов, чтобы вы заплатили отдельно в университет еще дополнительно. И смотрите, тут есть bench test. Что это означает? Это означает, что вы должны на модели, ну, для каждой школы там свои requirements. Кто-то хочет, чтобы отпрепарировали класс 1, кто-то класс 2, кто-то под амальгану, кто-то хочет, чтобы отпрепарировали под коронку. И 250 долларов нужно будет еще заплатить за вот этот bench test. Это еще бывает стоимость, по-моему, и выше в каких-то программах я видела, больше, чем 250. Но в чем? Хоть вам кажется, что, в принципе, мы все там практикующие стоматологи, что там отпрепарировать класс 2? Но на модели препарировать это совсем по-другому, и требование, как бы, ну, простое, когда простое задание, то понятно, что и требование выше. То есть должно быть все настолько идеально, и люди здесь, которые находятся, не имеют доступа к стоматологическому кабинету, они тренируются дома на моделях, покупают компрессора, покупают наконечники, покупают вот эти специальные модели, и вот таким вот занимаются, таким интересным занятием. Назовем это так, я, к примеру, не подавалась, где есть вот эти bench tests, ну, по крайней мере, в этом цикле. Ну, как бы, я не понимаю смысла. Во-первых, эти университеты мне были неинтересны по локации, неинтересны были по другим. Каждый выбирает, куда, знаете, подаваться. Может, кто-то по локации выбирает, подаваться на какой-то из побережьей, да, кто-то в какой-то природный штат, у кого-то кто-то там живет, да. К примеру, скажу вам, университет в Л.А. Я не подавала, потому что я понимала, что мало того, что мне нужно будет взять кредит на обучение там, жизнь в Л.А. достаточно дорогостоящая, даже по сравнению с Чикаго, и мне придется взять еще деньги, дополнительный кредит на то, чтобы вообще как-то, как-то что-то кушать и как-то себя обеспечивать. Обучение будет полноценным, то есть это полноценная работа. Вы будете там с 8 до 4 минимум, в этой дентал-скул, ну как бы подрабатывать у вас мало шансов. Может там на выходных, и то работой, к примеру, ассистентом, не знаю, там или на Убере, хоть бы остались силы, а во-вторых, ну вы все равно не протянете, полностью вы не заработаете, потому люди берут living assistance, деньги на проживание, и потом просто выплачивают их этот кредит. Резиденции, вот что они хотят, видите, людей, у которых есть green card, как минимум, или вот green card, или с этой значки. В принципе, больше ничего такого. Scholarship are not available for this program. Хорошая такая резюме такое, потому что меня часто спрашивают. В отличие от многих других программ, не знаю, кстати, как с медициной, но, например, там, не знаю, менеджмент, можно получить scholarship, то есть получить мало того, что вы не платите за эту программу, так еще и будет вам платить, ну как стипендию, как в наших вузах, да. Для программ, я пересмотрела все эти программы, и нет такого, чтобы вам давали деньги, давали стипендию. Нет, это не про стоматологию, так что многие меня спрашивают, самый популярный вопрос. Кто-то еще недавно спрашивал, можно ли сделать, я закончу здесь, потом приеду, сделаю master's degree in dentistry. Кто вообще такое взял? Какая еще master's degree in dentistry? Честно, откуда берутся такие, ну часто, может кто-то одно и то же видео где-то смотрит, или источник, покажите мне, пожалуйста, такая master's degree. есть там PhD, master's science, но как бы это уже совсем другое, это уже после того, как вы закончите ли dental school, или параллельно с тем, как будете проходить residency. Но просто приехать там, давайте я еще два года отучусь, ну что-то, что-то это, это не про стоматологию. Надеюсь, было более-менее понятно, нам, если остались еще какие-то вопросы, давайте разберем более детально. И следующее видео у меня будет про pass application, про residency, какие шансы туда поступить, на что нужно обращать внимание, в принципе. Если вы поймете вот сейчас видео с копит, то там будет тоже достаточно легко находить информацию. Надеюсь, все было понятно, если нет, пишите. До новых встреч!